Братья Варак, в Уфикум некоторые люди, слыша подобные хадисы и находясь, допустим, в холодных странах, начинают возмущаться. Брат, как ты говоришь про такую одежду короткую носить и так далее и тому подобное? Мы замерзнем и так далее. Аллаху Акбар! А что нету такого понятия, как носки? Теплые носки, портянки и так далее и тому подобное. А что нету такого понятия, как, допустим, например, сапоги или же высокие ботинки, берцы и так далее и тому подобное? Вы же это носите в Уфикум? То есть вы посмотрите, насколько ваше высокомерие, о мои братья, которые начинают оспаривать, проникло в ваши сердца. И шайтан не хочет, чтобы отказывать. Речь идет всего лишь, неужели вот этот один сантиметр, из-за которого вы можете попасть в ад, решает ваш вопрос холода или отсутствия холода? При том, что шариат же вам не говорит, что нельзя никакую одежду снизу вверх одевать, а вся речь идет об одежде сверху вниз брать. Поэтому одевайте носки, заверните носки, рабочая, то есть вот эта робформа, рабочая форма очень многих компаниях или же заводах и так далее, вообще предусматривает обязательно наличие резинки на щиколотке, так или не так, для того, чтобы эту штанину куда-то, например, если он пользуется каким-то аппаратом, сакам, чтобы туда не затащило, разве не так? И поэтому зачем, то есть спорить с кем? С пророком, салаллаху, алейхи вассалям. Укроти свою одежду, одень туда резинку, одень себе баракалуфикум теплые носки, одень себе теплые сапоги, одень себе какие-нибудь берцы, ботинки и так далее, и тому подобное, и заверни туда одежду, но так, чтобы она не опускалась ниже щиколотки.